Бегу-бегу-бегу-бегу, Лёшек. Почталён Печкин. Почталён Печкин. Вам посылка. Надо проверить на динамит. Посылочка от Любы Кудряшовой из Тульской области. Забыл, а? Отправление первого класса. Вот как. Кудряшова Любовна Васильевна. Забыл, китайцы. Будет обзорчик посылочки такой вот. Будем смотреть. Сейчас посмотрим. Пошёл дальше. Ты пошёл дальше? Обед? Укрик, что ли? Ну да. Позову. Давай. Ты не идёшь? Зови Лиску. Может и она пойдёт? Она только что пришла. Пойдёшь? Нагулялась? Да? Сигаретку тебе дать. У Лёшика место нашёл для сигарет. Нашёл где сушить. Мне это, конечно, не очень нравится, потому что вот постоянно вот это вот здесь вот, вот везде. Ну, что делать? Сколько тебе, Лёшек? Одну. Одну хватит? Хорошо. Ну, что ты? Что ты встала? Иди на уличку гулять. Солнышко там. Зарядил? Зарядил. Лиза, идёшь? Пошли. Не хочет. Всё, нагулялась. Замёрзла, холодно, да? Сейчас буду раздевать. Всем привет, дорогие друзья. Всем доброе утро. Здоровья, счастья и любви вам. По жизни. У нас сегодня посылка от Кудряшовой Любы из Тульской области. Посёлок Рождественский. Люба мне писала, мы с ней общались в WhatsApp. Вот Люба мне написала, что хочет прислать семена. Вот. Ну, я думаю, наложила ещё чего-то. Потому что для семян это много. Ладно, не буду вас томить. Будем открывать. Будем открывать. Так, она не откроется? Нет. Ай да Люба. Люба присылала мне фотографии. Своего сада. Сада дочери своей. Как же там красиво у них. Ой. Мне очень понравилась туи, ирисы, гортензии, розы. Ой. Ну, вообще. Очень классно. Мне вот бы так как-то вот. Ну, я сама, что-то у меня нет таких вот дизайнерских способностей, что бы ландшафтных вот этих вот. Не знаю. Ну, может, может, как-то что-то. Хочется мне кустом насадить, конечно. Добрый день. Добрый день. Ты будешь сонмать? Ну, давай. Так. Посмотрим. Посмотрим. Садись сюда. Вот, пониже. Так. Что же Люба здесь нам прислала? Интересно тебе, Лешик? Вот. Черт, привет. Ох. Так. Маски вижу. Ох, мотать не перемотать. Запаковала хорошо. Так. Где здесь край? Вот. Ладно. Не буду показывать вам. Томить. Да. Так. Маски, Лешик. Мы защищены. Мы защищены, да. О. О, какие. Ой, тут даже такие вот. Я думала, они плотненькие. Такие вот беленькие. Я таких еще не видела. Такими резинками. Ах, пахнут. Чем-то вкусным пахнут. Вон, сколько масок. Любочка, спасибо огромное. Нам летом Серега привез целую упаковку масок. Такую вот. Ну да, много. Там, наверное, я не знаю, штук 50, если не больше. Ну, был ремонт. Куда-то мы их положили. Мы их до сих пор найти не можем. Ребята, я уже все обыскала. Масок нет. Вот как-то так вот. Ой, пакетики. Любочка, спасибо большое. Боже, дорогая моя. Даже пакетики положила. Моя ж ты, девочка. Спасибо тебе большое. Так, семена. Ну, семена мы потом посмотрим. Пакетики для льда. Ух ты. А я таких и не видела. 192 кубика. Это вот такие вот. Наливаешь водички. Замораживаешь. А потом тэн-тэн их вот так вот. И в этот, и в стаканчик. Это на лето. Вот, сверкающий лед для коктейлей. Косметический лед для умывания. И сохранения молодости. Фруктовый лед из соков или ягод. Точно так можно заморозить вот. Вот сок, натуральный сок какой-нибудь. И там в этих льдах. И вот протирать вот так вот мордаху. Морду лица. Протирать кубиком льда. Очень полезно. Хорошо. 8 листов по 24 кубика. Любочка, спасибо тебе, дорогая. Боже, спасибо. Печенье. Лешик, за сладостями. Это печенье. Фитнес. Это крекеры. Сладкий крекер с кунжутом. Сладкий. Ты такой любишь, Лешик. Вот такой вот фитнес. Шоколадные пряники. Ух ты. Шоколадные пряники. Тульские, тульские, да? Нет, это не тульские. Не тульские. Кондитерское предприятие Полет. Это не именно вот тульские пряники. Это просто пряники вот эти вот, которые вот. А где сделано-то? В Люберцах. Ага. У нас. Конфетки такие, Адель. Вот типа Рафаэлок таких вот. Люба, спасибо. Кондитерская фабрика Акконт. Основана в 43-м году. Ничего себе. Оказывается, в 43-м году основывались еще фабрики кондитерские. Вот это да. А я даже не знала. Так. Это. Вот это и семена. Все, ты пошел, да? Да, в магазин. А ты в магазин пошел? Ага. Надо котам хрустики спроси. А, вот. Да. А то там у них уже заканчиваются. Хрустики это крылышки. Вот эти самые кончики. Да, вот. И нам тоже. Если картошку будем, мы хотим пожарить картошку. Ну, если с курицей будем жарить. Успеем. Ты будешь жарить. Ее же надо заварено было, сутки подержать. Кто сказал? Да, я тебе умоляю. Посолил, поперчил и жарь. Все, да. Конечно. Пару возьму, да. Ну, они там мороженое, наверное, да. О, какие они. Лешик цепляется за каждую эту, чтобы только не жарить. Он у нас специалист по жарению картошки с курицей. Завтра пожарим. Сегодня картошку запашу. Да? Да. Ну, хорошо, давай. Ладно, сегодня я пожарю картошку, а завтра Лешик будет жарить картошку. Вот так. Уговорил? Уговорил. Так, ну что, будем смотреть семена. Виновники. Ой, сколько их. Уже 10 грамм. Вау. Так. Огурцы. Изумрудная семейка. Вот такие. Знаете вы такие? Скороспелые, 40-43 дня от сходов до планоношения. Ничего себе, 43 дня. Это в мае у нас уже будут помидоры. Ну, в мае, то, конечно, нет. Масочку. Масочку новую хочешь, да? Ну, так. Быстро. Ничего себе. Да. Ну, а огурчики, то они быстро выскакивают, конечно. Помидоры, а я помидоры. Огурцы. Это сейчас как получается? Как получается? Иду на свидание на дно угрома складе. А. Лешик точно неровно дышит к нашей продавщице? Да ладно. Магазин всегда ходит с удовольствием. Ладно, поехали дальше. Так. Помидоры. Бабушкин секрет. Сибирский крупноплодный. Плоды гиганты весом до 1 килограмма. Вот это да. Вот такие вот. Здесь сколько? Семян 20, наверное. Количество 20 штук. Бабушкин секрет. Вот такие вот помидоры. Ничего себе. Вот это да. Срок реализации до 23 года. Мне хватит и на тот год посадить. Хорошо. Пару семечек дам соседке. Поделюсь с ней. Да. Да, может и больше дам. Томат Маршал Победа. Высокопродуктивный сибирский исполин. Что-то тоже? 1 килограмм. Вот внизу написано 1 килограмм. Видите? Новый сибирский сорт исполин. Обладающий высокой продуктивностью. Более 1 килограмма. Рекомендуется для выращивания в защищенном грунте. Успешно прошел испытания в открытом грунте. И в открытом даже. Среднеспелый. 110-115 дней до плодоношения. Сроки хранения хорошие. До 23 года. Хорошо. Год урожая. 18-й. Собранный в 18-м году. Вот такой вот. Вот Люба говорила, что вышлю тебе зеленые помидоры. Очень вкусные. Томат изумрудное яблоко. Вот такой вот. Среднеспелый. Для пленочных теплиц и открытого грунта. Ну, в теплице тоже можно посадить. В открытом грунте что-то я... Уже мне стрёмно садить. Потому что не получается у меня. Я вот каждый год сажу... Сажаю помидоры в открытом грунте. Но как-то они у меня... Их этот фитофтора съедает. Очень сыро. Поэтому вот как-то так. Изумрудное яблоко. Зеленое. А как же узнать, что они поспели? А? Ладно. Томат Чили Верде. Алый Верде. Целебный. Целебный. И необыкновенно вкусный для зеленого томата. Томат обманщик. О как! Реликтовые томаты. Вот такой вот обманщик. Среднеспелый. А почему же он обманщик? Потому что, наверное, он зеленый. А на самом деле спелый. Вот. Детерминантный. Для закрытого, открытого грунта. Детерминантный. Это, по-моему, невысокий. Да? Не написано, какого роста. Ну, детерминатный. Вот не помню я. Это то ли высокого роста, то ли невысокого роста. Вот как-то так. Такой вот томат. Два томатика зеленых. Спасибо, Любочка. Попробую. Еще никогда не садила зеленые томаты. Вот. Ну, посмотрим. Люба, вот она мне написала, что вот эти томаты она уже садила. Она пробовала. Очень, говорит, вкусная. Очень вкусная. Так. И цветочки. Ой, мои любимые цинии и мои бархатцы. Люба, спасибо. Спасибо тебе, дорогая. Вот такие две цинии. Оранжевая и вишневая. Вау. Вот. Оранжевая и вишневая циния. С очень крупными цветами. 12-14 сантиметров. Ух ты. Ничего себе. Высотой 70 сантиметров. А здесь 90. Ну, оно вот будет хорошо, если посеять. Я вот как сею. Ну, вообще вот бархатцы, цинию. Я все семена вот так вот смешаю. Вот. И вот так вот сею. Вот. Ну, и вот хорошо будет как раз. Вот. У меня там 90 сантиметров. Вот какие-то будут выше, какие-то ниже. И будут хорошо смотреться. Вот так. И бархатцы. Мои бархатцы. Так. Красный апельсин. Лимонное чудо. Вишневый браслет. Цветет с июня до заморозков. Ну, я знаю. Я садила, ребята. Вот это. Вот мне больше всего вот нравятся вот эти цветы. Циния и бархатцы. Я когда садила их, у меня клумбы просто горели. Просто вот. В прошлом году не посадила. Думала, посажу розы и все. Ну, а в этом году вот я туда на задний план посею цинию. А впереди посею бархатцы. А в середине будут розы. Это я так уже придумала. Вот такие вот. Вишневый браслет. Лимонное чудо. И красный апельсин. Так. Высотой 25 сантиметров. Высотой 35 сантиметров. А здесь 30 сантиметров. Ну, вот они низкие. Они пойдут вот сюда на передний план. Это. Я обычно садила здесь фиалку. Но в этом году не буду садить фиалку. Ну, что-то она мне не очень нравится. Я что-то разонравилась мне эта фиалка. Потому что вида у нее никакого. Ну, она пахнет вечером. Вот. Ну, вида у нее совершенно никакого. Вот. Ее нужно посадить где-то, может, в огороде. Вот. Как-то так. Вот. Ну, в общем-то так. Что, откроем печеньки? А, тут они еще запечатаны. А, в таких вот двух этих. Вот, видите. Китайские, что ли. Так, а где же здесь? Так, импортер. Россия, Калужская область. Город Обнинска. Изготовитель. Изготовитель. Сеул. Республика Корея. Вот так вот. Корейское печенье. Попробую пока, Лешка, нет? Скажу вам свое впечатление. Ой, они такие тоненькие, смотрите. С кунжутом. И посыпаны сверху сахарком, наверное. Они же сладкие. Ммм. Они как чипсы. Только сладкие. Кунжутиком. Такой вкус кунжута слышно. Ванилинчик. И вкус печенья. Люба, спасибо, дорогая. Ну, конфеты. Ладно. Пряники попробуем. Ой, они маленькие. Они манюпушки. Вот такие вот. Такие вот манюпушки. Маленькие сердечки. Мягкие. Шоколадные. Да. Вкусные. Да, мягенькие. Ммм. Ммм. Вот такая посылочка. Любочка, дорогая, спасибо тебе еще раз. Спасибо тебе, дорогая. Дай Бог тебе здоровья. Чтоб ты была здоровенькая. Чтоб детки твои и внуки были здоровы. И пускай удача будут вместе с вами. Всегда. Пускай все получается. Все сбывается. Удачи и здоровья.